Братья и сестры, и все, кто сегодня с нами на служении, всех приветствую. Сегодня у нас особый день, как мы уже и слышали. Сегодня день, когда мы будем благодарить Господа за то, что Он осветил нас, омыл своей причистой кровью. Автор послания к евреям, 13 глава, записал такие слова. Будем читать 10, 11, 12 стихи, 13 глава, послание к евреям. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Мы видим, автор проводит параллель между Ветхим Заветом и Новым. «Для народа израильского было дано много постановлений. Для народа израильского было дано приносить жертвы. И одна из жертв – это жертва за грех». И когда мы читаем здесь 10 стих, мы видим, что от той жертвы, которая была принесена за грех, священнослужители не имели права питаться, не имели права брать долю от нее для того, чтобы употребить. Сливалась кровь, а тело сжигалось вне стана. Когда мы читаем 11-12 стихи, давайте прочитаем другим и посмотрим по-другому. «Так как тела животных сжигаются вне стана, то и Иисус пострадал вне врат». Если вы заметили, что кровь, которая проливалась, бралась от жертвенного животного, она вносилась первосвященникам в осветилище для того, чтобы осветить, для того, чтобы очистить от греха народ. 12 стихи говорит, «Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат». Была пролита кровь для того, чтобы осветить себе народ. Мы видим, в том и в другом случае написано «для того, чтобы осветить», «для того, чтобы очистить». Что значит осветить? Осветить – это отделить для целей и для служения Господу. Осветить – это для того, чтобы сделать особенное, сделать не такие, как все. Сделать так, чтобы это было и принадлежало, и это же служило только для Господа. Освящение производилось, но оно не было произведено просто словесно, как мы можем сказать «хорошо, я освящаю тебя» или «я благословляю тебя». То есть это не было так. Для того, чтобы осветить, для того, чтобы очистить, нужно был какой-то акт, нужно было произведено служение, был род служения, который нужно было сделать. Мы видим, так было произведено тогда, когда освящался храм Соломонов. Освящался весь храм. Каждый сосуд, каждая деталь, каждая вещь, которая находилась в употреблении в храме, она должна была пройти процесс очищения, процесс освящения. И не только те сосуды и вещи, которые были в употреблении для служения в храме, освящались. Освящался и священник, и первосвященник, и все служители, которые занимались в храме. Они должны были освящены быть, и все, что предстояло пред Господом, должно было быть отделено от общества. И мы знаем, Господь очень строго смотрел за тем, чтобы этот акт был произведен. Потому что тогда, когда Навуходоносор пришел и унес сосуды из храма Господня, а сын Валтасар его впоследствии, зная всю историю, то, что произошло с отцом, не вразумился, и тогда, когда опьянел на своем банке, на своем торжестве, в котором он собрал тысячи вельмож, и велел принести сосуды Дома Божья, и из них сам пил, и его наложницы, и жены, и слуги его пели, то вышло постановление от Господа, вышла кисть руки и сказала, что ты взвешен на весах и найден очень легким. То есть Господь определяет, Господь определяет, потому что то, что освящено для Господа, то, что посвящено, оно имеет ценность в очах Господа. Мне бы хотелось сегодня посмотреть, что же освящается, тогда, когда производят это освящение. Господь через Моисея освящал Аарона и сыновей его. И когда мы читаем главу 29, мы находим то постановление, которое было дано от Господа через Моисея, как нужно посвятить тех, которые должны быть при скинии собрания, тех, которые должны заниматься определенным служением пред Господом. И хотелось бы посмотреть, что говорит Слово Божие, посмотреть и обратить наше внимание, что же освящалось. Мы откроем 29 главу и прочитаем три стиха, 19, 20 и 21. 19 стих. «Возьми и другого Овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову Овна. И заколи Овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвенники, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ними». Обратите внимание, для того, чтобы посвятить первосвященника и служащих священников, для Господа нужно было пройти вот этот акт посвящения или освящения. Что же освящалось? Мы видим, из этих стихов освящалось правое ухо священника и сыновей его. Так говорит Господь. Моисею, возьми кровь заклонного Овна, возьми, мочи перц свой, и помажь правое ухо Аарона и сыновей его. Возьми перц свой, обмакни в кровь, и помажь правый палец, на правой руке большой палец у Аарона и сыновей его. То же самое сделай на правой ноге с большим пальцем. Помажь. Слово Божие нам не говорит и не освящает, для какой цели это было сделано. Но сегодня, когда мы проводим параллель, тогда, когда мы смотрим, то мы понимаем, Христос в свое время сказал ученикам, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть тогда, когда льется благая весть, когда изливалось Слово Божие, нужно было фильтр, нужно было проходить через освященные уши. И тогда, когда сегодня мы являемся священством, тогда, когда сегодня мы являемся детьми Божьими, освященными Господом, то все, что мы пропускаем через свои уши, оно должно освящаться. Для того, чтобы оно не принесло вреда нашему духовному состоянию. Сегодня мы делаем много вещей, много дел совершаем для того, чтобы жить, для того, чтобы просто существовать. И так как священники делали много дел при храме, при скинии, освящалась их рука. Для того, чтобы они сделали правильно, для того, чтобы был труд их освящен. Сегодня освящается нога священника, как написано, потому что человек шел. Потому что человек шел и делал, и пути его были, может быть, совершенно другими, не такими, как Господь хотел. Потому что человек мог идти тем путем, когда нес ложь, когда нес, может быть, какие-то изменения, вражду в сердце своем. Но Господь хочет, чтобы наши пути, они были путями любви, путями мира. И поэтому всякий раз освящалось все тело для того, чтобы священник был посвящен на служение Господу. Сегодня то же самое для нас. Все тело должно быть освящено. Но написано еще в этом же стихе, что освящались и одежды, чтобы было свято то, что покрывало освященное тело. И не случайно Иуда пишет в своем послании, 23 стих, мы читаем, что от иных спасайте страхом. Те, которые во грехах своих погрязли, те, которые осквернили свою плоть, он говорит, даже до них, до одежды не прикасайтесь, до их одежды. Даже спасая страхом, гнушайтесь этой одежде, потому что она осквернена плотью. Поэтому очень важно сегодня, тогда, когда мы соприкасаемся со святыней Господней, понимать, что освящается все тело и то, что покрывает это тело. Хотелось бы в заключении, перед нашей молитвой, посмотреть, все-таки произвести какой-то контраст и увидеть разницу или увидеть то, что говорит нам Слово Божие. Итак, кровь окропляет и освящает все, на что падают ее капли. В Ветхом Завете было так, куда упала капля крови при освящении, это освящалось, это принадлежало Богу, это становилось святынью. Ныне же кровь Христа, она с силой Духа Святого освящает всякого человека, который посвящает себя, который приходит к Господу, к престолу благодати, который молитвенно просит о милости и помиловании Господа. Сегодня у нас этот день. Сегодня тогда, когда мы благодарим Господа за то, что в свое время мы осветились кровью Его, как написано, Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал мне врат. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы всякий раз, когда мы соприкасаемся со святыней, мы помнили о том, что мы принадлежим Господу, что мы являемся святыми. И всякий-всякий человек, который сегодня вне, который еще сегодня не принадлежит Господу, он должен понять, что только освящение происходит тогда, когда мы подстаем под струю Голгофского креста, тогда, когда мы верою встаем под эту струю, когда Дух Святой освящает и дает нам это право делать то, что мы сегодня будем совершать. Пусть Господь благословит нас в молитвах наших. Аминь.